Итак, дюнду, дюнду вальхайер, он просит позвать, созвать людей, чтобы поговорить с ними, да, приходит, люди что делают в этот момент, собрались уже, идет у них разговор, правильно, они разговаривают о чем-то, один говорит, потом другой что-то говорит, дюнду вальхайер говорит, продолжайте, продолжайте, как вы говорите, пусть каждый скажет, что он хотел сказать, потом, когда очередь дойдет до меня, я тоже скажу. Вот здесь вот очень важный вывод, внимательно, здесь указание на правила поведения в маджрите, в собрании. Пришел дюнду, посмотрите, какую нравственность он проявляет, какую благопристойность, говорите, продолжайте говорить, не перебивает, то есть в собрании каждый говорит в свою очередь, другие слушают, потом переходит, что очередь к другому, он говорит, высказывает, если он хочет что-то сказать, все слушают, потом черед наступает другого, все слушают. И это очень важно, пока не дошла очередь до джунду, поэтому это очень важный вывод, касающийся адаба, касающийся правил благопристойности людей в собраниях в отношении друг друга. А сегодня, посмотрите, собирается группа людей, и все говорят, и каждый говорит, этот говорит, этот говорит, перебивает друг друга, не слушают друг друга. Учитесь правилам, учитесь поведению, учитесь адабам, благопристойности мусульма. Пусть этот скажет, если он хотел что-то сказать, потом выскажется другой, если у него есть что сказать, потом другой пусть говорит. Вот так вот все примут участие в разговоре, а не так, что один говорит, или некоторые говорят, у кого голос покрепче, посильнее, заглушает всех других, все другие вынуждены молчать. Не так, что кто-то оказывается лишенным своего права принять участие в разговоре, высказать то, что он хотел. Не так, что пренебрегают кем-то поступать вот так пренебрежительно в отношении, неуважительно в отношении человека. Действительно неуважение, когда кто-то, у кого большая такая напористость, кто берет своим голосом, своим криком, своей наглостью, заглушает всех других и не дает другим сказать, пренебрегать вот так другими, проявлять такое неуважение к другим. И может быть у человека есть что сказать, но он не может сказать, он не может воспользоваться этим своим правом. И что получается? Тот, кто воспитанный, тот, у кого есть уважительность, у кого есть скромность, он лишается своего права в этом маджилисе, возможности что-то сказать. На него не обращайте внимания, он ничего не произносит. Потому что, чтобы что-то сказать, он должен вести себя так, как все другие, он должен опуститься до их уровня. Он тоже должен начать что? Кричать, заглушать. Говорят, 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 повышают свои голоса, чтобы его слушали. Кричит громко, чтобы его слушали, заглушает других, чтобы его было слышно. Кто больше кричит, кто больше поднимает голос, того и слушает. Вот так обстоят дела в собрании. Кто наглее, кто напористее, кто громче всех говорит, тот и получает возможность говорить. Все остальные молчат. Это не подобает мусульманам и собраниям мусульман, поэтому нужно знать нам, подобает знать, как сидеть вместе, как говорить друг с другом, учиться этому с подвижника порога Али Саратусы, как они разговаривали по очереди, доходила очередь. Сказано, пока не на что очередь джундубарь, он потом оголил голову, то есть он снял этот капюшон с головы и начал говорить. Это очень важный вывод, касающийся чего? Касающийся адаба, то есть благопристойности, правильно, благопристойности в собрании. «Инн هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا, وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما».